Всем привет, с вами Иван Жданов. Сегодня 14 декабря, 294 день войны. Собрали для вас все самое важное. Киев атаковали беспилотники, США собираются передать Украине системы Патриот, в Забайкале мобилизованный ушел от ответственности, ну и расскажем про новость, которая изменит нашу жизнь. А может не изменит. Начнем с военных действий. Утром Киев вновь был атакован с воздуха. 13 иранских дронов-шахет были уничтожены украинской ПВО. Один сбитый беспилотник упал на административное здание в Шевченковском районе города, это центральный по сути район, у него серьезно повреждена крыша у здания. По предварительной информации никто не пострадал, на одном из дронов была надпись «Зарязань», очевидно имелась в виду атака на авиабазу Дягилева, произошедшая в прошлый понедельник. Тогда погибли трое российских военных. На фронте ситуация без серьезных изменений, во многих районах продолжается распутиться, и вы видите, что техника в таких условиях наступать не может. Об этом даже заявил украинский министр обороны. Но взаимные артиллерийские обстрелы продолжаются. Вот как выглядит «Саушка» после попадания в нее снарядом и последующей детонации боекомплекта. На моей практике такое впервые. Стоит «Саушка» и реально от взрыва ее тупо перевернуло вверх дном. Тут крепко досталось. Основное внимание остается на Бахмуте. Там сообщают об успехах ЧВК «Вагнера» в промзоне на востоке города. По последним данным, была захвачена территория завода шампанских вин. На южной окраине Бахмута продолжаются бои за опытные и территорию мусоросортировочного завода. Если ничего не изменится, то скоро начнутся городские бои в жилой застройке. США могут согласовать отправку зенитно-ракетных комплексов «Патриот» Украине уже на этой неделе. Об этом сообщает CNN и еще ряд источников. Украина просила эти комплексы с самого начала войны. Тогда США не хотели их передавать, боясь эскалации войны. Но, как видим, договорились. «Патриот» является основой системы ПВО США. Ничего лучше, в нужных для Украины масштабах, западные страны передать не могут просто. Поэтому поставки систем могут, наконец, закрыть вопрос защиты украинских городов от ракетных обстрелов. Несмотря на санкции, Россия продолжила получать из западных стран чипы, которые нужны для производства крылатых ракет. Но это были не государственные поставки, а частный обход санкций. Правда, на огромную сумму, почти 800 миллионов долларов, незаконный экспорт шел из США, Германии, Эстонии. Сейчас лавочку, видимо, прикроют. ФБР начало расследование, обвинения предъявлены пяти россиянам. Один из них ФСБшник, он арестован в Эстонии, вскоре будет экстрадирован в США. Украина стала второй самой опасной страной в мире для работы журналистов. Об этом говорится в отчете репортеров без границ. С начала войны в стране погибли 8 журналистов и были те, кто похищен, их судьба неизвестна. Вот здесь видно, как война критически ухудшила ситуацию для журналистов в Украине. Наша коллега Оксана Баулина в числе убитых. А в России нет войны, зато есть репрессии. В заключении находятся 18 работников СМИ, условия для работы стали реально опасными. Пишущие о войне журналисты ушли в подполье или уехали из страны. В Белгородском госуниверситете объявили конкурс. Там студентам предлагают собрать больше свечей для фронта, чтобы солдаты грелись в окопах. Производство экологичное. Нужно собрать с помойки, консервные банки, картонки, огарки церковных свечей. Вот вы видите видеоинструкцию, как это делать. На самом деле, думаю, никто из студентов, конечно, заниматься этой хренью не будет. Ну, игнорировать такие указания, рассказывать о них, тоже какая-то форма протеста, какая есть. Но свечи для обогрева могут понадобиться и в самой России даже. Пришли холода, везде происходят коммунальные аварии. Вот Братске этой ночью прорвало трубу. Символично, прям перед офисом Единой России. 15 тысяч человек остались без тепла, 30-градусный мороз. В Курской области без света остались 35 тысяч человек. Просто снег налип на провода, и они оборвались. Отменили все занятия в школах и так далее. Главная причина аварий не в погоде. Просто Путин реально играет в войну, геополитику. На благополучие граждан ему реально плевать. Суд за Байкали не стал привлекать мужчину к ответственности за незаконную торговлю алкоголем. Летом на Алексея Киберева завели административное дело. Когда оно дошло до суда, выяснилось, что тот уже мобилизован. Суд решил, что теперь его можно привлечь только к дисциплинарке. Но такое нарушение не является прям проступком. В итоге постановили уничтожить пиво и 7 бутылок водки, изъятые полицейскими. Сами полицейские будут уничтожать понятно каким образом. И еще одна новость, которая на самом деле является просто сверх потрясающей. Просто чудо и великое достижение. Но мало кто обращает на это внимание. Ученые впервые смогли запустить контролируемую термоядерную реакцию, которая выдает больше энергии, чем потребляет. По сути человечество научилось делать такое маленькое солнышко на Земле. Потому что именно так работают солнце и звезды. Разогреваешь вещество до миллионов градусов. И происходит там слияние атомов. При этом выделяется много энергии. Все это экологично. И еще раз самое главное, что энергии выделяется больше, чем потребляется. До бытового применения еще, конечно, десятилетия. Но институт Лоуренса доказал на практике, что это все реально. Хочется рассказывать о таких новостях, а не о войне. Не об убийствах детей. Про эту средневековую дикость не хочется говорить. Но чтобы побудить людей это остановить, нужно, чтобы эти простые мысли, чтобы эта правда как-то до них доходила. В Ютубе есть алгоритмы, которые продвигают видео. Для этого нужно поставить лайк или написать комментарий. Можно также помогать нам финансово, спонсору на экране. Всем большое спасибо. Увидимся обязательно, куда мы денемся. Субтитры создавал DimaTorzok